Интернет-магазин GoodSteam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1S Soft Club. На все игры пожененная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздач. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промо-код на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Всем привет, чуваки! С вами Акул. И сегодня я купил себе держатель провода. Вот такие дела решил вам показать. Анбоксинг держатель провода. В Самаре у нас такой штуки нету. Пришлось заказать через интернет. И, в общем-то, я хотел уже посмотреть, что из себя представляет этот держатель провода. Да? Давайте взглянем сейчас я вот таким вот ножом открываю все это дело. Потому что я хотел побыстрее открыть и другого ножа у меня не было. Так. Надеюсь, он тут не покоцанный. Да. Надеюсь, нет. В общем, о! Я уже вижу этого красавца. Ах! Уже тяжело открыть. Сейчас. Ну, уже. Все, отлично. Смотрите, видите, уже тут написано. Рокот Апури. Рокот Апури. Сейчас мы этот рокот достанем, я думаю. С легкостью. Ах! Вот. Вот, собственно, и все. Эту коробку можно выкидывать. И вот он. Рокот Апури. Собственно, зачем я... Настолько, смотрите, вот ее перевозили и она выгнулась. Да. Но... Почта России. Что теперь сделать, да. В общем, зачем я ее взял? Я взял ее для того, чтобы мне... Вот, ребята... Сейчас я тут лишнее уберу. Вот для чего я это взял. Сейчас я вам покажу. Вот тут вот у меня провода просто неудобные. И мышкой... Мышкой, например. Сейчас я поставлю держу эти провода. Вот. В общем, мышкой неудобно водить. И... А! Видите, как тяжело. И если я, например, мышку, провод сюда выведу, то вообще будет неудобно. То есть он постоянно будет слазить туда. У меня такая проблема была постоянная. И у меня сенца не самая высокая. То есть 2,7 это не самая высокая сенца. И мне охота попробовать держатель провода. Вот. В общем-то, и для этого я его купил. Для своей мышки хочу дойти до Global Elite и пробую всякую херню. Ну да, на самом деле надо было поднять скилл, а не покупать держатели провода, да. Но я думаю, что, в принципе, это тоже нормально. Посмотрите, как красиво выглядит, да. Ооо. Как красиво. Что это такое? Внизу будет светиться рокот. Ну, еще, кроме этого, тут до хера всяких проводов. Ну, USB портов. То есть USB порты тоже есть. Ой-ой-ой, я чуть себя не порезал. Так. Аккуратненько открываем. Этот заветный ящичек. Только я не знаю, как. А, здесь еще надо вырезать. Сейчас вырежем. А, отлично. Отлично. Здесь тоже вырезали. Ну, все, она открывается. Вот, собственно, здесь написано OpenHerb. Здесь мы открываем, и сразу же нам вылетает какая-то карточка. Те-спортс термикейт. Какая-то карточка easygaming.ru. Дискодная карта easygaming.ru. Чем она мне нужна, я не знаю. Все равно я в этом городе не живу. Откуда привезли эту ништяковую штуку. Это с Питера привезли аж. Представляете, с Питера. В общем, открываем. И здесь у нас такая вот херня. Дальше я вот так вот вытаскиваю. Аккуратненько. Ой-ой-ой-ой. Мне кажется, что-то сейчас что-то упадет снизу. Я здесь чувствую что-то снизу. Ну, что ты не вытаскиваешь? Все, вытащил. Ничего не упало. Все хорошо. Вот коробка. Мы ее можем отложить. И, собственно, вот держать от провода сам. Такой треугольничек. О, какой мягкий. Какой прорезиновый. Резиновый такой. Знаете, мне кажется, он классный. Он очень классный. Он весь такой резиновый. И внизу что тут у нас? Ух ты, вывалилась какая-то штука непонятная. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Ну и самое главное, давайте вытащим этого монстра. Так, все. Вытащили. Видите, тут какие-то присосочки. Возможно, чтобы держался лучше. Вот этот держатель провода. Такой компактный, маленький. Я бы сказал, не знаю, танк. Артиллерийский танк. Я не разбираюсь в танках, поэтому извиняюсь, ребята. Если кто, танкист. В общем, ну здесь очень классно. Посмотрите, вот здесь значок. Рокот. Все дела. Очень красиво выглядит это. И сделано написано. Гамбург, Германия. Если у вас будет заметно. Давай, фокусируйся. Вот. Дизайн. Байрокот. Порт-студио Гамбург, Германия. Вот такие дела. Ну, я думаю, прикольно. Да, тут всякие, видите, еще порты есть. Порт для microUSB, я так понимаю. Два USB. Еще два USB. О, классно. Классно, что тут сказать. Вот это нам будет светиться. Но сейчас мы... Сейчас мы откроем вот эту еще штучку. Вот эту штучку, мне интересно, что там внутри. И там у нас внутри дохера каких-то проводов. Ух ты. Ух ты. Ее же надо подключать. А, вот. Я понял, для чего это. Это подключать, собственно. Это херотень и microUSB провод. Зачем-то нужен. Я не знаю. Но, скорее всего, тоже надо его подключить. Но сейчас мы подключим его. И я думаю... Ух ты. Здесь еще... А, мини-гайд. Мини-гайд есть такой. Мне нравятся вот эти штучки. Я не знаю, почему. Прикольно. Так все выглядит официально. В общем, надо подключить сначала... К розетке. Потом... Потом подключить вот эти два шнура. И... Собственно, все. Да. Собственно, все. Можно, мне кажется, даже не подключать. И можно так даже уже им пользоваться. Я не знаю. Правда. Как он будет держаться? Давайте попробуем. Я свою мышку попробую вставить. Сейчас я переставлю как-нибудь... Свою веб-камеру, чтобы вам было все это видно наглядно. Так. Я не знаю, как это сделать. К сожалению. Так. Воу. Вот так вот я вам сделаю сейчас. Уберу все лишнее. Так. В этой коробке больше ничего нету. В этой тоже. Так. Наушники надо убрать. И, в общем-то, сейчас мы передвинем нашу мышку. Сколько проводов. Это кошмар. В общем, вот. Мы, наверное, сюда этот провод заделываем, я так понимаю. Да. Он вот так вдевается. И вот сюда выдевается. Воу. Вот такую вот конструкцию имеет. Я надеюсь, вам видно. Вот. Смотрите. Видите? Сюда вдевается. Вот сюда уходит. И все, собственно. Вы можете спокойно контролировать свою мышку. Так. Ну, мне надо чуть-чуть вот так и сделать. Да. Так, я думаю, идеально будет. Можете по всей длине мышки вот так вот. Хоп. Уйти сюда. А, нет. Что-то плохо держится. Странно. Видите? Сейчас. Я, походу, чуть неправильно настроил. Все-таки надо подключить ее, наверное. Сейчас я ее подключу. Сейчас, секунду. Так. Провод, 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 провод. Да. Я не знаю, зачем мы подключать. Скорее всего, это для USB. Но все равно мы это сделаем. Сейчас. Опа. Загорелось. Загорелось. Так. Ну и вот этот провод. Сейчас мы. Тоже его откручем. Так. Так. И подключить сюда. Давай. Опа. Держись, держись. Ой, хорошо. Отлично. Сейчас, секунду. И мы вот сюда вот, хотя бы, походу, подключаем ее. И все. Установка завершена. Но я так понял. На этом. На этом все, да? Я так понимаю. В принципе, держатель провода. А, я понял. Хорошая вещь так-то. Да, вообще не чувствуется. Как будто у меня беспроводная мышка, ребят. Реально. Вот мышкой двигаю. То есть, сейчас я поставлю так, как я играю в контру. У меня немножко монитор влево. Здесь у меня вот так вот микрофон тоже. И вот. То есть, что вам было наглядно показано. Вот. Видите, я мышку вожу. И могу спокойно водить. И держатель провода все контролирует. То есть, я могу резко разворачиваться. И сюда, сюда, сюда резко, сюда. И он будет все контролировать. Это, конечно, очень классно. Видите, как он там шевелится. Я надеюсь, он объяснил все. И, в общем-то, и все. С вами был Акул. Извиняюсь за некоторые нестабильности видео. Я его не монтировал. В общем, спасибо, что посмотрели этот видосик. С вами был Акульчик. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки под этим видео, если вам понравился держатель провода. И мне он очень сильно понравился. Теперь я не парюсь. Теперь не надо покупать беспроводные мышки. Затрачиваться. Потому что у меня есть держатель провода, который я вообще не чувствую. Ну, хотя, кому-то, может, провод мешает. Но мне не мешает. Все просто классно. С вами был Акул. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok